В основании в ладони, в любую работу, мы кладем на центр обедки. Теория и практика в одном. С помощью манекена сотрудники МЧС учат старшеклассников оказывать первую помощь. После краткого мастер-класса школьники пробуют провести сердечно-лёгочную реанимацию самостоятельно. С первого раза получается далеко не у всех. Сложно психологически. Это, конечно, кукла, муляж, но всё равно психологическое давление оказывается на человека и окружающих. Не поддаться панике во время чрезвычайной ситуации – главная задача того, кто пытается оказать помощь. И этому в первую очередь учили старшеклассников 29-й школы Липецка. Все они стали участниками всероссийского проекта «Научись спасать жизнь». Есть целая группа мероприятий, которая направлена на мотивацию, на пропаганду, чтобы сделать эти знания и навыки востребованными, популярными. И сделать это элементом общей культуры безопасности, культуры, которая необходима для любого современного человека. В течение 10 секунд я пытаюсь услышать, увидеть и почувствовать, дышит пострадавший или нет. Оказание первой помощи учили в областной администрации. Но там за парты сели не подростки, а директора школ, начальники управления и руководители районов. Так началась презентация проекта «Научись спасать жизнь». В стране он был запущен в 2015 году. Его уже успешно реализуют в Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Хакасии, Татарстане. Главная задача – научить каждого оказывать первую помощь и психологическую поддержку. В опасной ситуации чаще всего рядом оказываются обычные люди. В ожидании спасателей и медиков теряется драгоценное время, за которое можно спасти здоровье и жизнь пострадавшего. В каждой школе мы научим одного-двух человеку. Чаще всего это будут преподаватели основ безопасности жизнедеятельности, предмет такой в школах есть. И они уже, как тьютеры, будут распространять свои знания, умения на остальные школьные коллективы. После обучения школьников в регионе проведут конкурс на оказание первой доврачебной помощи. В области он начнется в 2018 году. Командами станут все учебные учреждения. Победителей представит регион на всероссийском этапе.